Харуки мураками. Охота на овец. Часть первая. 25.11.1970 года. Пикник среди недели. О ее смерти сообщил мне по телефону старый приятель, наткнувшись на случайные строчки в газете. Единственный абзац скупой заметки он членораздельно зачитал прямо в трубку. Заурядная газетная хроника. Молоденький журналист, едва закончив университет, получил задание и опробовал перо. Тогда-то и там-то такой-то, находясь за рулем грузовика, сбил такую-то. Вероятность нарушения служебных обязанностей, повлекших смерть, выясняется, как рекламный стишок на задней обложке журнала. «Где будут похороны?» — спросил я. «Да откуда я знаю?» — удивился он. «А у нее вообще была семья-то?» Разумеется, семья у нее была. Я позвонил в полицию, спросил адрес и номер телефона семьи, затем позвонил семье и узнал дату и время похорон. В наше время, как кто-то сказал, если хорошо постараться, можно узнать что угодно. Семья ее жила в старом городе — Ситамати. Я развернул карту Токио, отыскал адрес и обвел ее дом тонким красным фломастером. То был действительно очень старый район на самом краю столицы. Ветвистая паутина линий метро, электричек, автобусов давно утратила какую-либо вразумительную четкость, и вплетенная в сети узких улочек и сточных каналов напоминала морщины на корке дыни. В назначенный день пригородной электрички от станции Васеда я отправился на похороны. Не доезжая до конечной, я вышел, развернул карту токийских пригородов и обнаружил, что с равным успехом мог бы держать в руках карту мира. Добраться до ее дома стоило мне нескольких пачек сигарет, которые пришлось покупать одну за другой, каждый раз выспрашивая дорогу. Дом ее оказался стареньким деревянным строением за частоколом из бурых досок. Нагнувшись, я через низенькие ворота пробрался во двор. Тесный садик по левую руку, похоже, был разбит без особой цели, на всякий случай. Глиняную жаровню, брошенную в дальнем углу, на добрую пять затопило водой давно прошедших дождей. Земля в саду почернела и блестела от сырости. Она убежала из дома в шестнадцать. Видно, еще и поэтому похороны прошли очень скромно, словно украдкой, в тесном домашнем кругу. Семья состояла сплошь из одних стариков. Да то ли родной, то ли сводный брат, мужчина лет тридцати, заправлял церемонией. Отец, низкорослый, лет пятидесяти, с небольшим, в черном костюме с травмной лентой на груди стоял, подпирая косяк двери, и не подавал ни малейших признаков жизни. Взглянув на него, я вдруг вспомнил, как выглядит дорожный асфальт после только что схлынувшего наводнения. Уходя, я отвесил мучеливый поклон, и он также молча поклонился в ответ. Впервые я встретился с ней осенью 1969 года. Мне было двадцать лет, ей семнадцать. Неподалеку от университета была крохотная кофейня, где собиралась вся наша компания. Заведенец и так себе, но с гарантированным хард-роком и на редкость паршивым кофе. Она сидела всегда на одном и том же месте, уперев локти в стол, по уши в своих книгах. В очках, похожих на ортопедический прибор с костлявыми запястьями, странное чувство близости вызывало она во мне. Ее кофе был вечно остывшим, пепельницы неизменно полны окурков. Если что и менялось, то только название книг. Сегодня это мог быть Микки Спиллейн, завтра Оекен Забура, послезавтра Аллен Гинсберг. В общем, было бы чтиво, а какое неважно. Перетекавшая туда-сюда через кофейню студенческая братья то и дело оставляла ей что-нибудь почитать, и она трескала книги, точно жареную кукурузу, от корки до корки, одну за другой. То были времена, когда люди запросто одалживали книги друг другу, и, думаю, ей ни разу не пришлось кого-то этим стеснить. То были времена Дорс, Роллинг Стоунс, Бёрдз, Дик Пёпл, Муди Блюз. Воздух чуть не дрожал от странного напряжения, казалось, не хватало лишь какого-нибудь пинка, чтобы все покатилось в пропасть. Дни прожигались за дешевым миски, не особо удачным сексом, ничего не менявшими спорами и книжками напрокат. Бестолковые, нескладные шестидесятые со скрипом опускали свой занавес. Я забыл ее имя. Можно бы, конечно, раскопать лишний раз ту газетную хронику сообщениями о ее смерти, только как ее звали, мне сейчас совершенно не важно. Я не помню, как оно когда-то звучало, вот и все. Давным-давно жила-была девочка, которая спала с кем ни попадя. Вот как звали ее. Конечно, если всерьез разобраться, спала она вовсе ни с кем попала. Не сомневаюсь, для этого у нее были какие-то свои, никому не ведомые критерии. И все же, как показывала действительность любому пристальному наблюдателю, спала она с подавляющим большинством. Только однажды, из чистого любопытства, я спросил у нее об этих критериях. — Как тебе сказать? — ответила она и задумалась секунд на тридцать. — Конечно, не все равно с кем. Бывает, тошнит при одной мысли. Но знаешь, мне просто, наверное, хочется успеть узнать как можно больше разных людей. Может, так оно и приходит ко мне, понимание мира? Из чьих-то постелей? — М? Наступил мой черед задуматься. — Ну и... Ну и как? Стало тебе понятнее? — Чуть-чуть, — сказала она. С зимы 69-го до лета 70-го я почти не виделся с ней. Университет то и дело закрывали по разным причинам, да и меня самого порядком закрутило в водовороте неприятностей личного плана. Когда же осенью 70-го я заглянул наконец в кофейню, то не обнаружил среди посетителей ни одного знакомого лица, ни единого, кроме нее. Как и прежде, играл хард-рок, но неуловимое напряжение, наполнявшее воздух когда-то, испарилось бесследно. Только паршивый кофе, который мы снова пили, так и не изменился с прошлого года. Я сидел перед нею на стуле, и мы болтали о старых приятелях. Многие уже бросили университет, один покончил с собой, еще один канул без вести. Так и поговорили. — Ну, а сам-то как ты жил этот год? — спросила она у меня. — По-разному, — ответил я. Стал мудрее. Чуть-чуть. В эту ночь я спал с ней впервые. Я ничего толком не знаю о ней, кроме того, что когда-то услышал, то ли от кого-то из общих знакомых, то ли от нее самой между делом в постели. То, что еще старшекласснице, она вдрызг разругалась с отцом и сбежала из дому. И понятно, из школы. Это точно была такая история. Но где жила и чем перебивалась, этого не знал никто. Дни напролет просиживала она на стульчике в рок-кафе, поглощая кофе чашку за чашкой, выкуривая одну сигарету за другой и перелистывая страницу за страницей очередной книги в ожидании момента, когда, наконец, появится какой-нибудь собеседник, который заплатит за все эти кофе и сигареты, не ахти, какие суммы для нас даже в те дни, и с которым она, скорее всего, и уляжется этой ночью в постель. Вот и все, что я знал о ней. Так и сложилось. С той самой осени и до прошлого лета раз в неделю по вторникам она приходила ко мне в квартирку на окраине Митака, ела мою нехитрую стряпню, забивала окурками пепельницы и под хард-рок по радио Фен на полную катушку занималась со мной любовью. Утром в среду, проснувшись, мы гуляли с ней в маленькой рощице, постепенно добредали до студенческого городка и обедали в местной столовой. И уже после обеда пили же деньки кофе на открытой площадке под тентами. Если была погода хорошей, валялись в траве на лужайке и разглядывали небеса. «Пикник среди недели», называла это она. «Каждый раз, когда мы приходим сюда, я чувствую себя будто на пикнике». «На пикнике?» «Ну да, куда ни глянь трава, у людей вокруг счастливые лица». Стоя в траве на коленях, она испортила несколько спичек, прежде чем наконец прикурила. «Солнце подымается, потом садится, люди появляются и исчезают, время течет, как воздух, все как на настоящем пикнике, ведь правда». Через две-три недели мне стукало двадцать два. Ни надежды в ближайшее время закончить университет, ни причины бросать его на полдороги. На распуте сомнений и разочарований уже несколько месяцев к ряду я не решался сделать в жизни ни шага. Мир вокруг продолжал вертеться, и только я, оказалось, совершенно не двигался с места. Что бы ни являлось моим глазам в ту осень семидесятого, все окутывалось странной дымкой печали, все сразу и с катастрофической быстротой увидало, теряя цвет. Лучи солнца, запах травы, еле слышные звуки дождя, и те раздражали меня. Неотвязно меня преследовал сон о ночном поезде, всегда один и тот же. Поезд, полный табачного дыма и туалетной вони, набитый людьми так, что не продохнуть, в вагоне яблоку негде упасть, заблеванные просто не липнут к телу. Не в силах терпеть, я поднимаюсь с полки, протискиваюсь к дверям и схожу на случайной станции. Местная заброшенная и пустынная, ни огонька. На станции не видать даже стрелочника, ни часов, ни расписания, ничего. Такой вот сон. В то время, мне кажется, я во многом подходил ей. Пусть нелепо и болезненно, но был нужен ей именно таким, каким был. В чем подходил, чем был нужен, сейчас уже не припомню. Может, я был нужен лишь себе самому и не больше, но ее это ничуть не смущало. А может быть, она просто так развлекалась? Но чем именно? Как бы там ни было, вовсе не жажда ласки нежности притягивала меня к ней. И сейчас еще, стоит вспомнить ее, возвращается ко мне то странное, неописуемое ощущение. Одиночество и печали, словно от прикосновения чьей-то руки вдруг протянутой сквозь невидимую в воздухе стену. Сбитые ливнем листья гинка в нашей роще выкрасили желтую узенькую тропинку, вышедшую из берегов, как река, в пору паводка. Сунув руки в карманы курток, мы бродили с ней по останкам тропы туда и обратно. В мире не было ничего, кроме шороха, двух пар обуви, попалым листьям, до резких выкриков птиц. — Слушай, что с тобой происходит? — спросила она внезапно. — Так, ничего особенного, — ответил я. Пройдя немного вперед, она села на обочину и закурила. Я присел рядом. — Тебе снятся плохие сны? — Постоянно. Просто кошмары какие-то. Особенно про автомат с сигаретами, который сдачу не отдает. Рассмеявшись, она положила ладонь на мое колено, потом убрала. — Не хочешь говорить, да? Несловечко? — Как-то не говорится «несловечко». Она бросила недокуренную сигарету на землю, благовоспитанно притоптала ее кроссовкой. — Самое наболевшее никогда не высказать толком. Ты об этом? — А, не знаю, — сказал я. — Глухо фыркнув крыльями, две птицы вспорхнули с земли и ослепительно чистое небо всосало их в себя без остатка. Некоторое время мы молча следили за тем, как они исчезали. Потом, подобрав сухую ветку, она принялась вычерчивать на земле какой-то неясный узор. — Когда я сплю с тобой, мне бывает ужасно грустно. Это я виноват, я знаю. Дело тут не в тебе и даже не в том, что ты вечно думаешь о другой, когда обнимаешь меня. Это пускай, как угодно. Я, оборвав внезапное откровение, она провела на своем узоре три долгих параллельных линии. — Не знаю. — Понимаешь, я вовсе не собираюсь от тебя отгораживаться, сказал я после паузы. Просто я и сам никак не могу уловить, что происходит. Так хотелось бы научиться понимать все вокруг беспристрастно, как можно спокойнее, чтобы и в облаках не витать, и на лишнее времени тратить. Но все это требует времени. — Сколько времени? — Я покачал головой. — Откуда я знаю? Может, год, а может, и десять. Она отбросила прутик и, поднявшись с земли, стряхнула приставшие курки-травинки. — Послушай, а тебе не кажется, что десять лет это очень похоже на вечность? — Да, наверное, — ответил я. Выбравшись из рощи, мы дошли до студенческого городка, уселись, как обычно, под тентами в летнем кафе и захрустели сосисками. Ровно в два часа пополудни на экране телевизора вдруг с ненормальной чистотой замельтешили то лицо, то фигура Юкио Миссима. С громкостью было что-то неладно и мы не могли разобрать, в чем дело. Да и по большому счету в те минуты нам все было до лампочки. Мы съели сосиски и выпили еще по кофе. Какой-то студентик, взгромоздившись на стул, долго вертел ручкой громкости, пытаясь наладить звук, но потом отчаялся, слез со стула и куда-то исчез. — Я тебя хочу, — сказал я. — Окей, — улыбнулась она. Мы сунули руки поглубже в карманы и побрели ко мне. Проснувшись вдруг, я увидел, что она беззвучно плачет. Только худенькие плечи, крылышки чуть-чуть заметно вздрагивали под одеялом. Я разжег огонь в камине и взглянул на часы. Два часа ночи. Луна зияла в небе мертвенно-бледной дырой. Я дождался, пока она выплачится, вскипятил воды, разболтал в двух чашках пакетики, и мы стали пить чай. Я раскурил сразу две сигареты и передал одну ей. Глубоко затянувшись, она тут же закашлялась. Это повторилось трижды и привело ее в страшное возбуждение. — Послушай, тебе никогда не хотелось меня убить? — Тебя? — Да. — Зачем ты спрашиваешь? Не вынимая изо рта сигареты, она закрыла глаза и кончиками пальцев потерла виски. — Так незачем? — Ну и незачем, — сказал я. — Правда? — Правда. За каким чертом мне тебя убивать? — Да, действительно, кивнула она с усилием над собой. — Просто я вдруг подумала, может, было бы вовсе неплохо, если бы кто-то меня убил. Так вот, во сне. — Кто угодно, только не я. Я не смог бы убить человека. — В самом деле? — Ну, насколько я себя знаю. Рассмеявшись, она выдавила окурок в пепельницу, одним глотком допила оставшийся чай и закурила новую сигарету. — Поживу до 25, — сказала она. — А там и умру. Умерла она в 26, в июле 78-го. — Продолжение следует... 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 Продолжение следует...